Перед початком урочистой церемонии у Палаца Живуночника у гостей сустракая выстава досягнений у коллектива города. Выхованцы специализованной детячей юноской школы Олимпийского резерва номер 4 до прикладу без страховки демонстровали виртуозные спортивные элементы. Гомельский химический завод разместил узоры экологично чистых минеральных удобрений. А коммунальное унитарное предприемство «Спецкомонтранс» представило выработки взрослой сыровины. Данные экземпляры продукции видно на стендах. Мы делаем полимерные столбики, люки из полимерной песчаной продукции, делаем колодцы. Экологию, чтобы сберечь от всего, работаем с вторичными ресурсами. Поэтому, я думаю, что все-таки это перспективное дело и направление. Побыч разместился в выстава досягнений у центрального района. По выниках минулого года он признанный лепшим администрационным районом города. 2015 год был особливым район, означавшим свое 75-годи. Отказности працавитой Жихароу дозволили отрымать поспех шмату, яких на керунках. Изнашно добро порадковать район. Была завершена при поддержке руководства области города наша главная набережная, открыт первый этап восточного обхода. Большое количество создано парковочных мест в центре города и многое-многое другое. Поэтому, я хочу поблагодарить, прежде всего, всех жителей, дружинников центрального района за то, что они сделали в 2015 году. И хочу заверить, что и в дальнейшем центральный район постарается удержать те лидирующие позиции в городе, которые нам удается в последние годы все чаще и чаще подтверждать. По часу рачистой церемонии ушинования переможцов конкурсу, керавництву центрального района урушены переходный стяг Гомельского горвыканкама. Аналогичный гоноровый символ отрымал и працовный коллектив Гомельского химичного завода. Юнство переможцам одразу у двух номинациях. Лепшее промысловое предприемство города с колькостью працующих больше 500 человек и лепший экспортер города. Дарья же Гомельский химичный завод другий год за протрымается успехи працовных лидеров с занесением на дошку гонору. Летость предприемства выканала план по экспорте на 105,6%. У большинства своей таки успеховый выник досягнуты, дякуючу выпуску новых видеоудобренев. Я вижу здесь работу коллектива, работу производственников, работу коммерческой службы, потому что было очень сложно работать в условиях дефицита фосфатного сырья. Это основного нашего сырьевого компонента, поэтому приходилось ввести сырье из различных уголков мира. Но мы справились, мы ни на день не остановились, соответственно имеем результат. У целом переможцы сирот предприемства, организации и администрационных районов областного центра по выниках 2015 года были вызначены у 23 конкурсных номинациях. У леку знагородженных промысловые, будовнейшие, коммунальные, транспортные предприемства, установы охоты здоровья, адукации, гандли, культуры и спорту. Як отзначил старшиня Гомельского городского выканавчика комитета Петр Кириченко, 2015 год был для всех довольно непростым. Однако промысловость и реальный сектор экономики города на в итоге этих складанных экономичных умовах спрацовали вельми ядренно. Головное, что отрымалось и заработать, заховать працованные коллективы и закласти у предприемствах подморок на будущую. Несмотря ни на какие финансовые сложности и трудности, наши предприятия продолжали развиваться, модернизироваться. Были запущены несколько абсолютно новых производств, поэтому я благодарен и руководителям, и трудовым коллективам за то, что они выстояли, что они сегодня продолжают в таких же, может быть, еще более сложных условиях уверенно трудиться. Хочу пожелать, чтобы действительно все значимые вопросы, значимые проекты, которые решаются и имеются у нас в городе, чтобы они решались сообща, потому что мы можем многое решить, но только тогда, когда мы вместе. Вероника Ворошилина, Йоген Макеенко, телерадоакомпания «Гомель».